Здорово всем, это Влад Глентатарский для военкор Котинок канала и немножечко поразмышляем над заявлением Министерства обороны о том, что в ходе спецоперации на Донбассе не планировалось занимать большие города, планировалось их только брать в осаду и как бы гормить военные силы, ну силы ВСУ, а города брать в осаду, чтобы меньше страдала инфраструктура, меньше страдала жилая застройка и прочее, прочее, прочее. Очень интересное заявление, то есть реально был план, что все-таки города сдадутся, воевать в городах с многомиллионным населением очень сложно. Мы помним, значит, штурмы городов в Масул и любое мотивированное войско, в любой город это проблема уже, если там сидит мотивированное войско. Мы помним 14-15 год, когда целые города сдавались и не было обороны, да, только появлялся противник, значит, люди уходили. Вот, но сейчас мы видим, что города стали наоборот ареной сражений. И современный город, это огромные коммуникации, это огромные многоэтажки, это реальные каменные джунгли. И бои в городских боях нивелируются преимущества спецназа, даже где-то артиллерии, потому что есть опасность попасть по своим. И Мариуполь, штурмы которого я с админом принимаю участие, это город с полумиллионным населением. Ну, темпы продвижения, например, если сравнивать с Грозным, гораздо выше, хотя Грозным в два раза меньше, значит, Мариуполя. Что сказать? Конечно, Мариуполь будет использован как учебник для штурма других украинских городов. Сейчас мы поняли, что штурмовать их нужно, что, значит, крупные города, такие, какие вы, Харьков, они стали центром тербатов, да, где формируются тербаты. Ну, логично, что большой город, там большое население, и часто это маргинальное население, бывает, с них формируются тербаты, и это такой серьезный очаг сопротивления в городах и окрестностях. Поэтому, конечно, придется штурмовать. Придется штурмовать, и это будут тяжелые кровавые штурмы с большими потерями с обеих сторон, и также будут большие потери среди мирных жителей. Этого, к сожалению, не избежать. Почему? Потому что украинская сторона, она срывает эвакуации, они не призывают к эвакуации, они не способствуют эвакуации, они прикрываются как живым щитом. Вот, поэтому, конечно, это очень будет большая трагедия, но, то есть, украинское правительство, в первую очередь, должно позаботиться о своих гражданах, а, значит, мы должны позаботиться о здоровье жизни своих солдат. Вот, поэтому, ну, посмотрим, очень, я повторюсь, это действительно нам открываются какие-то планы Министерства обороны, которые вот были, да, потихоньку, но реальные, что действительно это планировалось все как спецоперация, какая-то, значит, более жесткая версия полицейской операции, но она не получилась, началась полноценная война, да, где-то на третий день было снято ограничение на применение силы для войск, до этого, я напомню, три дня действовали ограничения, то есть, нельзя было бомбить, где хочешь стрелять ракетами, где вот ты запрашиваешь, да, поэтому, и даже вот здесь авиаудары нужно запрашивать и уточнять установку в связи с тем, что есть, какое количество там предполагается мирных жителей, чтобы они не попали под огонь. Нам предстоит тяжелая боевая работа, вот что я хотел сказать всем братьям, кто участвует в этом, в этих событиях, вот, поэтому изучайте военное дело настоящим образом, общайтесь с теми, кто уже прошел эти бои, извлекайте какой-то опыт на связи.